В последнее время трешток стал неотъемлемой частью поп ММА. Все чаще мы слышим как тот или иной боец обещает нокаутировать своего соперника, проехаться по нему катком и не оставить ни единого шанса. Но в погоне за быстрой славой бойцы часто забывают, что в единоборствах самое главное это не умение болтать, а умение драться. Поэтому, когда наступает день боя, они не отвечают за слова и с треском проигрывают, из-за чего вместо славы и признания получают унижение от фанатов. Ну а с вами как всегда ударник и это топ 10 случаев, когда бойцов поп ММА наказали за понты. Погнали! На пятом месте расположился Валерий Особов по прозвищу Орел. Боец промоушена Топ Дог, который очень ярко дебютировал в организации. В своем первом бою он настолько избил соперника, что рефери пришлось останавливать бой. После такой яркой победы Орел начал вести себя крайне надменно и провокационно, возвышая свои навыки. Но во втором бою его соперником стал Михаил Сукиосян, опытный и профессиональный боксер, который в кулачке тоже шел на серии из одной победы. На пресс-конференции Особов говорил, что этот бой для него легкие деньги. И он неоднократно повторял эти слова, не считая Сукиосяна серьезным соперником. И вот настал день боя. Орел очень бодро начал поединок, расстреливая соперника с дальней дистанции. На протяжении двух раундов превосходство Орла было крайне заметно. Ну а кроме того, под конец второго раунда у Сукиосяна виднелась большая гематома под левым глазом, из-за чего Орел начал заранее праздновать свою победу. А в заключительном раунде вообще расслабился и стал вальяжно боксировать, опустив руки. Он бил Сукиосяна ладошками и по-всякому понтовался, показывая свое превосходство. И за 8 секунд до конца поединка произошло то, чего не ожидал никто. Михаил Сукиосян с жесточайшим правым оверхендом попал точно в челюсть Орлу и отправил его в глухой нокаут. Этот бой можно назвать наказанием года, потому что Орел, выигрывая поединок, стал выделываться, пытаясь показать беспомощность соперника, за что и жестоко поплатился. Четвертое место нашего топа занял Даниал Эльбаев по прозвищу «Спасибо за отсутствие», ну либо Т-34, называйте его как хотите. Даниал неоднократно попадал в разные передряги и потасовки, везде трэшточил и лез в драку. Ну а кроме того, ему даже удалось облить водой главу промоушена наше дело Артура Арутюняна, за что он был изгон из промоушена. Но отдельную славу, если это можно так назвать, ему принесло поражение по боксу от рыжего Тарзана Вячеслава Дацико. Еще до боя Эльбаев совершенно не воспринимал Дацико всерьез, говорил, что Вячеслав вообще никто, обещал его раздавить и переехать. Кроме того, на битве взглядов, когда Дацик держал руки за спиной, Т-34 решил его толкнуть, показывая свое неуважение. Но бой расставил все на свои места. 44-летний Дацик явился на поединок в отличной форме. По началу боя Т-34 давал Тарзану достойный отпор. Бойцы обменивались мощными панчами, а Эльбаев в своей манере работал первым номером и пер вперед. Когда Эльбаев задышал, Дацик начал методично его разбивать, раз за разом, попадая мощными плюхами. Даниалу Эльбаеву ничего не оставалось, кроме как пойти на хитрость. Когда рыжий Тарзан начал пробивать корпус Т-34, Эльбаев начал симулировать попадание в пах, чтобы выиграть время на отдых. Но как Эльбаев не старался, перерыв ему не помог. Оставшееся время боя он просто выживал, бегая от Тарзана по рингу и пропуская жестокие панчи. Как итог, Вячеслав Дацик одержал победу единогласным решением судьи. Ну а топ-3 открывает всеми любимый Ахмед Эдельбеев по прозвищу Крик. Ахмед очень громко залетел в поп-ММА. Он бросил вызов Артуру Кулинскому по прозвищу Акап, который на тот момент был на самом пике популярности. После перепалки в социальных сетях, бойцы встретились на пресс-конференции, где Ахмед начал всячески провоцировать Артура. Такие, как ты, на улице, когда видят меня, переходят дорогу. Если бы ты жил бы у меня во дворе, я бы тебя посылал бы за водой. В твои глаза вижу страх, братан, у тебя нет вообще духа. О чем ты говоришь? Если был бы дух, ты бы не ходил бы не трезвым. Тебе нужно, чтобы быть не трезвым, чтобы скользаться смело. Но это не смело, это не адекватно, что это так. Я тебя достигну. Но в бою Эдельбиев уже не был таким смелым и самоуверенным. Как только поединок стартовал, Акап начал прессинг. Первые два раунда Ахмеду еще как-то удавалось работать навстречу. Но такой принципиальный бой до решения Кулинский доводить не хотел. И в третьем раунде он решил поставить точку. Жестким левым боковым он отправил соперника на настил. Заметьте, что Ахмед не упал в глубокий нокаут. Он находился в полном сознании и спокойно мог продолжить бой. Но решил избежать продолжения поединка. Хотя на пресс-конференции заявлял, что никогда не сдастся и не падет духом. Ну, как вы уже поняли, это все были обычные сказки. Ну, а мы едем дальше. На втором месте расположился Шахбулат Абуев по прозвищу Бесстрашный. Уже бывший боец Топдога, который в своем дебюте одержал победу нокаутом над Валерой Заботиным, который на данный момент является одним из лучших бойцов лиги. После такой яркой и сенсационной победы Шахбулат стал возвышать себя, переоценивая свои силы. Тому доказательство следующий бой Абуева против Макса ВДВ Федорова. На пресс-конференции Шахбулат был настолько самоуверен, что пообещал нокаутировать буквально каждого бойца лиги. Сначала, подожди, сначала я вырублю Макса ВДВ, потом я вырублю Сазона. На них мне понадобится около минуты. Минуту ты подожжешь и потом мы с тобой подберем. Также он всячески выводил на эмоции Макса ВДВ и даже устроил потасовку. Когда настало время боя, Шахбулат сразу же начал агрессивный прессинг. Он стремился как можно быстрее нокаутировать ВДВ. Бойцы работали на встречных атаках. В некоторых моментах точнее был Шахбулат, а в некоторых преимуществах было за ВДВ. Бой дошел до второго раунда, в котором все и решилось. Макс ВДВ полностью перехватил инициативу. Когда Шахбулат уже еле-еле стоял на ногах, Макс ВДВ жестоко попал правой рукой и приземлил Абуева. А теперь вспомните те самые слова, сказанные Шахбулатом на пресс-конференции. Чем я тебя буду брать правым боковым прямо в будку? Поэтому, как мне кажется, к Шахбулату вопросов никаких нет. Он все-таки в какой-то мере ответил за слова, потому что в точности предугадал результат боя. Ну а первое место занимает противостояние в хардкор ММА между Дмитрием Армейцем Климовым и Алексеем Сушистым Мешковым. На первое место я поставил данное противостояние, потому что у этих парней была самая настоящая ненависть друг к другу. Бойцы встретились на пресс-конференции, где Дмитрий Армеец решил поприветствовать Сушиста и пожать ему руку. Но Мешков решил не церемониться и сразу дать леща, ничего не подозревавшему Армейцу. Так себе поступок, не правда ли? Но на этом Сушист не остановился. Сейчас я тебе руку пожимать не буду. Ты как конченая собака. Хвостатые движения вот эти. Эти оскорбления никак нельзя назвать трештоком и раскруткой боя, за что Мешков жестоко поплатился. В первом же раунде армеец с легкостью перевел соперника на канвас, а затем вышел за спину и начал проводить удушающий прием. Уже через несколько секунд Сушист отключился. Судьи сразу подбежали оттаскивать Климова, но в октагон сразу же запрыгнул брат Сушиста Панда и ударил Климова, после чего в клетку залетели бойцы команд United Russian Fighters и Берзлой. И началась потасовка. Хорошо, что все завершилось без массовой драки. Но как по мне, бой Армейца и Сушиста послужил ярким примером того, как жестоко можно поплатиться за свой грязный трешток и неспортивное поведение. Друзья, ну а наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, что он вам понравился. Пишите в комментариях, если хотите увидеть вторую часть наказания панторезов. Буду очень благодарен за вашу поддержку канала в виде лайка и подписки. Всем удачи и до новых встреч!